Всем привет ребят, в прошлой части я остановился на квесте с поиском тыкв. Остановился, потому что его вообще никто не мог пройти, потому что этот квест был забаган. Его наконец-то пофиксили, в этом ролике я вам расскажу, как легко вообще пройти этот сложный квест. И конечно же найти этот ключик. А также в этом ролике будет финальное прохождение всех квестов до самого-самого конца. Ну а с вас как всегда лайк, и кто еще не подписан на канал, обязательно подписывайтесь. Квест с тыквами, где же их найти? Сейчас покажу вам пару мест, где они находятся, но спавнятся они один раз в час, каждый пейдей. Вот например, в этом месте может появиться тыковка, нужно успеть первому ее забрать. Для тех, кто не хочет тратить много времени на поиски тыкв, есть одна тактика. Становитесь на одну из точек и выходите из игры. Каждый час в 58 минут заходите обратно и загружаетесь на месте выхода. Если тыковка появилась, забирайте, если нет, выходите из игры, заходите ровно через час. Я пробовал и способ кататься по всей карте, но он не принес мне никаких результатов, так что тоже, ребятки, не теряйте время. Вижу тыкву, подъезжаю на тачке и не хватило буквально пары секунд. Прям забрали перед глазами. Стоял вот здесь до двух ночи и ждал появления тыквы. Ну и принцип, я думаю, вы поняли. Этот квест реально, ребятки, тяжелый, но пройти его возможно. Переходим к следующему квесту, он все так же у персонажа Фредди. Для выполнения нужно получить цветок в алхимии и подарить его мумии. На самом деле это один из самых простых крафтов алхимии, даже легче черепа. Смешиваю огонь с землей и получаю лаву. Лава и вода это камень. Камень и вода это песок. Вода воздух. Облако облако. Молния молния. Энергия вода. Вода земля. Последнее слияние жизни и растения и получается цветок. Ушло у меня на это меньше двух минут, так что запоминайте и повторяйте как я. Забираю награду у Фредди 3000 тыковок и 30к. На этом квесты у него заканчиваются. Переходим теперь к мумии. Знакомят нас с Гранд Ареной, новой мини-игрой тыквобойня. Самое главное условие, нужно принять участие пять раз в тыквобойне. Это важно, тут не обязательно выигрывать. Заходим в меню в Гранд Арену и выбираем любую свободную комнату в тыквобойне. Справа сверху таймер, нужно немного подождать, пока начнется следующая игра. Появляемся вот в такой вот локации, где одному из нас рандомным образом одевается тыквы на голову. На игроках ее не видно, но когда вы ударите по тому, на ком она была, она переместится на вас. Узнать у кого тыква очень просто. Справа под таймером есть список игроков. У кого начисляются те самые тыковки раз в несколько секунд, того и нужно ударить. Не знаю, дается ли что-то за победу за первое место, но за второе и третье место мне вообще ничего не дали. Просто закончилась игра и перекинула в комнату ожидания. В принципе оно и не важно, главное завершить этот квест. Через 5 игр выхожу из арены и получаю 297 тыковок, а за участие на арене и еще 250 тыкв бонуса. Завершаю квест и лутаю еще 40 тысяч рублей, 2375 штук тыкв. Нужно еще немного времени, для начала тебе кое-что надо будет сделать. Вступай в старый дом Ведьмон, там тебе придется сделать пушку. Снова алхимия, этот крафт прям супер сложный. Сейчас под быструю перемотку вы можете посмотреть, как я пришел к ее созданию. Каждое действие объяснять здесь не буду, потому что уйдет на это половина ролика. Если что, заходите ко мне в телеграм канал, я там постараюсь все опубликовать. Или можете поставить на ролике скорость 0.5 и посмотреть, что я с чем складывал. Либо опять же, переходите в мой ТГ канал, там есть пошаговое создание в текстовом варианте. Объединяя трубку и порох и получая пушку. Ты уже мастер варки, мы уже на финишной прямой. Это уж точно, по награде 3000 тыковок. Следующий квест охота на маньяка. Его нужно выполнять ранным утром, сейчас объясню почему. Для выполнения понадобится 500 тыкв, не больше и не меньше. Открываем меню ивента и переходим в раздел битва. Тут есть вот такой вот босс, который появляется каждый день в 5 утра. Здесь нужно нанести урон 25 раз, это 500 тыкв. Если занять первое место, то можно получить следующие награды. Это скин самого босса, кейс за каждые вложенные 1500 тыкв и кэшбэк в виде этих тыкв. Минусуем 500 и переходим к следующему персонажу Чаки, ради которого мы и выполняли предыдущие квесты. Перед тем, как начнем подготовку к Хэллоуину, хочу напугать пару жителей. К сожалению, я не знаю как пугать, так что нам нужна помощь от ведьмы. Она точно знает, как можно напугать жителей. Чтобы ведьма начала с тобой говорить, тебе нужен свой личный призрак. Короче, понятно, объединить компоненты так, чтобы получился призрак. Тут не сложно, чтобы получить призрака, нужно совместить человека и смерть. А все эти компоненты вы уже знаете как получать. До этого квесты с алхимией были в несколько раз сложнее. Создаю призрака и возвращаюсь к Чаке. Направляйся к ведьме, чтобы узнать секрет, как хорошо пугать других. Плюс 3000 тыковок, найс. Ведьма стоит прямо у входа в лабораторию. Я вижу, у тебя есть ко мне какие-то вопросы. Давай я тебе сразу дам на них ответы. Но, для начала ты должен ответить на пару моих вопросов, а потом я отвечу на пару твоих. Неужели? А то я уже подумал, не будет квеста с тестом. Всего тут 5 вопросов. Нужно ответить минимум на 3 правильно. Первый вопрос. Как называется занятие, связанное с захватом плавающих фруктов зубами? Отвечаем. Яблоко качается. Это первый вариант. Второй вопрос. Какой цвет обозначает урожай? Тут просто. Оранжевый. Основной цвет Хэллоуина. Какая группа людей начала Хэллоуин? Третий вариант ответа. Кельты. Что означает слово Хэллоуин? В интернете множество ответов и подходило сразу несколько, но я выбрал вечер святых. В какой стране начался Хэллоуин? Отвечаем. Ирландия. Не знаю, на сколько правильных я ответил, но квест успешно завершен. Плюс 2375 тыковок. Берем еще один квест у ведьмы и она отправляет нас в свою лабораторию. Собрать там маску, которая и пригодится нам в следующем квесте. Маска собирается из веревки и ткани. Прямо сейчас на экране в быстрой перемотке вам показываются все объединения предметов и как дойти до этой маски. Можете ставить замедленный режим видео, либо же конечно же также переходить в мой телеграм-канал и смотреть все ответы там. Забираю 3000 тыков и на этом задания у ведьмы заканчиваются. Возвращаемся обратно к Чаке. Теперь надо напугать пару горожан. Как все сделаешь, возвращайся и нас будет ждать последнее дело. Вот-вот и конец всех квестов. Нужно напугать двух игроков. Пугаю первого попавшегося и как это было с начальным квестом, включается КД на один час. Ну что ж, тут только стоит ожидать, ждем. Прошло даже больше часа, пугаю игрока и прикиньте, неудачно. У меня снова активировалось КД на целый час. Жду, короче, еще один час. Ну хоть в этот раз может повезет, пугаю игрока и наконец-то выполняю за это задание. По награде все по дефолту. 2375 тыковок и следующий квест связан снова с алхимией. На этот раз нужно сварить очень красивые краски. Да запросто, мы уже профи в этой системе. На экране вы сейчас видите, как дойти до красок. Нужно совместить древесину и радугу. Опять же, ставьте скорость видоса на 0.5 и смотрите, что с чем я смешиваю. Но я думаю, вы уже и сами это все сделать сможете, если смогли дойти, в принципе, до этого квеста. Завершаю задание с алхимией и это был последний ингредиент на этом празднике. Даже как-то что ли немного обидно, что теперь не придется ломать голову. Последнее задание от Чаки развести праздничные тыквы по домам. Как обычно, их расположение падает, конечно же, рандомно. То через всю карту, то вот прям рядом-рядом с соседними домами заспаунились в одном районе вьюшки. Как раз это был и финальный дом. Возвращаемся на праздничную площадь, подбегаю к Чаке и на этом наш чудесный путь квестовой линии закончен. Остается только веселиться и наслаждаться праздником Хэллоуин. Вот список всех квестов и они все выполнены, а на балансе почти 60 тысяч тыкв. Около половины накапало за АФК. Серия по пути бомжа уже, конечно же, готова. Ставьте много лайков, подписывайтесь на канал и я ее уже, думаю, выпущу завтра.